Недавно ушел из жизни председатель Совета ветеранов Бурятии Ревамир Боярович Гармаев. Сегодня в первом выпуске послелетнего перерыва мы хотим вспомнить о нем, рассказать, как мы сотрудничали с ним под отвором в последние годы и представить очередной отчет по некоторым нашим проектам. Здравствуйте, я Александра Мяхонова. Сегодня известный в республике журналист неожиданно спросил меня, какое отношение маршал Победы Рокоссовский имеет к Бурятии. И недавно видела пост в соцсетях экс-чиновника с площади Советов, одного из руководителей республики недавнего времени, с таким же вопросом. Отвечаю в таких случаях почти не в шутку, что нужно учить историю. Рокоссовский связан минимум с шестью нашими районами из города Мулан-Удэ. Он женат был на уроженке Кяхты, его дочь родилась в Мулан-Удэ. Защитив границы России того времени, именно здесь проходило становление будущего маршала. В Жоутуре много десятков лет существует музей Рокоссовского. Там берегут дом, в котором он проживал. В библиотеке собраны воспоминания о нем жителей Жоутуры. Писатель из Петропавловки в своей книге очень подробно рассказал об этом периоде жизни будущего маршала. В Кяхте есть бюст маршала Победы, установленный также силами ветеранов. Одна из улиц носит его имя. В кадетской школе Вулан-Удэ, в музее, есть тоже много материалов о службе Рокоссовского Вулан-Удэ. Два года назад я увидела в СМИ обращение ветеранов республики с предложением установить памятник Рокоссовскому Вулан-Удэ. А через некоторое время Ревамир Боярович сам позвонил мне и предложил принять участие в этом проекте. С благодарностью согласилась. Об этом много уже говорила и писала. Сейчас в Улан-Удэ находится группа питерских скульпторов и скоро памятник уже должен появиться. Этого ждут и ветераны Великой Отечественной войны, жители Бурятия, которые воевали с Рокоссовским. К слову, мы верим, что памятник Рокоссовского привлечет внимание детей и молодежи к изучению истории родной республики и страны в целом. Про туристов мы тоже помним. Считаем, что это станет еще одним брендом Бурятия, поскольку имя Рокоссовского известно во всем мире. В 1941 году Вторая мировая война добралась до границ Советского Союза. Рокоссовский был отправлен под Смоленск. Там ему пришлось восстанавливать хаотично отступающие отряды. Но настоящий полководческий авторитет он завоевал в битве под Москвой. Особую роль в тех сражениях сыграли легендарные сибирские дивизии, которым Рокоссовский и другие военачальники относились с особым почтением и уважением. Победа войск в Курской дуге, летняя операция «Багратион» 1944 года, в результате которой была освобождена Белоруссия, часть Прибалтики и Польши, стали еще одним доказательством его несомненного полководческого гения. Летом мы совершили несколько поездок. И на грантовые деньги правительства республики, и на личные средства. Съездили в Варшаву, сняли место, где стоял дом, в котором родился Рокоссовский. Доехали до города Легницы, недалеко от которого расположен дом удивительного человека Михаила Сабадаха. Он спас первый памятник Рокоссовскому, и на основе этого создал частный музей Красной армии. А надо помнить, что поляки разделены в оценках вклада Советского Союза в победу над фашизмом. Поэтому нам отрадно отметить, что есть такие замечательные люди. И к слову, об еще одной интересной встрече в Варшаве. В аэропорту Варшавы ко мне подошел мужчина и спросил на русском языке, знаю ли город Улан-Удэ. Оказалось, что 23 года назад он был с группой студентов у нас. И его, и их вернее, очень тепло приняли. Показали Байкал, свозили на Чеверкуй и вкусно кормили. Сейчас он преподает в УЗИ и прилетел с конференции в Токио. Он помог нам тогда сориентироваться в городе. Вот такой круг доброты. Обменялись визитками. Возможно, кто-то из зрителей знает эту историю или слышал о ней. Можете откликнуться. Затем мы сняли концлагерь Дахау, знаменитый бар в Мюнхене и Трептов парк с Рейхстагом в Берлине. В Германии меня всегда терзает мысль, как немцы могли допустить фашизм и такую страшную войну. Вроде на вид все милые и цивилизованные. На этот раз судьба меня закинула еще и в Кельн. Я перед посещением прочитала историю мэра этого города Аденаура. Он после прихода нацистов к власти в 1933 году ушел со своего поста ввиду бескомпромиссного неприятия Гитлера. И дважды в 1934 и 1944 годах подвергался аресту гестапо. А после войны он стал федеральным канцлером Федеративной Республики Германии. Так что в очередной раз подтвердилось очевидное. Нет плохих или хороших народов. Везде есть и хорошие и плохие люди. Уже говорила о том, что много снимали под Питером. Невский пятачок, Ладогу, Лугу, про блокаду Ленинграда. А сейчас мы снимали места боев под Москвой. Волоколамск мне известен с детства. Очень много книг читала про войну. Но сейчас отметила, что здесь воевал Рокоссовский. И панфиловцы, про которых мы снимали фильм в прошлом году после поездки в Кыргызстан. Там есть аллея героев панфиловцев в Бишкеке. Под Волоколамском похоронен генерал Белобородов, наш земляк. И здесь же установлен памятник сибирикам. И выбиты благодарные слова Рокоссовского о наших земляках. А еще на той неделе мы совершили очередную поездку в Монголию. Там тоже помнят и чтят Рокоссовского. Хочу отметить помощь в этой поездке посольства России в Монголии, консульства Монголии в Ламде, руководители музеев Монголии и председателя общества Монголо-российской дружбы в городе РДНЭТ. 13 сентября в БГУ состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная патриотическому воспитанию молодежи на примере личности героев СССР и России, как направление профилактики правонарушений. Организатором выступил наш юридический факультет БГУ. Участие в нем приняли ученые, представители органов власти и творческой интеллигенции, преподаватели вузов, аспиранты, магистранты и студенты. Среди выступающих был Михаил Харитонов, заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Бурятия, проректор по научной работе БГУ Вячеслав Хахинов. Темой обсуждения стали вопросы из истории Бурятия, связанные в основном с периодом гражданской войны 18-22 годов и Великой Отечественной войны, участниками которых были и выходцы из Бурятия. Отдельно внимание уделено тому, что подрастающие поколения молодежи не знают многих фактов из истории родной страны Республики. Решению этой проблемы были посвящены несколько докладов, в частности, доклад доктора философских наук профессора Андрея Базарова о захоронениях бурятских солдат на Рогожском кладбище в городе Москва. Внимание участников! Затем был предложен наш фильм «Рокоссовский. Забытые, незабытые страницы». Недюжинный талант молодой Константин Рокоссовский начал проявлять еще в боях Первой мировой войны. В 1920 году его командировали в Иркутск, где он стал командиром 30-го стрелкового полка 30-й кавалерийской армии. А уже в мае 1921 года полк «Рокоссовского» был переброшен к российско-монгольской границе. До станции «Мысовой», ныне города Бабушкин Кабанского района, войска добирались по железной дороге. Далее предстоял 200-километровый путь к границе своим ходом. При этом почти 60 километров необходимо было преодолевать через хребет Хамардабан. Весь путь занял неделю. С Монголии наступали войска белогвардейцев во главе с генералом Резухиным. Противостоять им было главной задачей полка Рокоссовского. Талант как раз Рокоссовского в том, что обозначить, а где может пройти противник? Вот здесь. Значит, нужно препятствие какое-то делать? Да вот, пожалуйста, четыре пушки артиллерийской батареи. Вот это спасло бойца. Эта победа Рокоссовского, я считаю, победа, дала то, что он сохранил жизни молодых людей с обеих полков. В последующем Рокоссовский был переведен на службу в Поволжье, но уже в 1923 году вернулся в Забайкалье, чтобы уничтожить остатки войск белогвардейцев. У нас уже больше 30 фильмов. И социальные, и правовые, и о красоте людей, и природе Бурятия. А теперь к ним добавились и патриотические тематики. Многие жители республики обращаются к нам за разрешением разместить на своих ресурсах или показать наши фильмы на каких-либо мероприятиях. Мы рады, что помогаем воспитанию подрастающего поколения. За ними будущее нашей Бурятии. С вами была Александра Мяханова. До скорых встреч.